Да, столь чудовищный взрыв невозможен для естественного космического тела. Остается единственное объяснение. Оно было взорвано. Но кем? Существует версия, что от космического агрессора Земля защитила себя сама. Это кажется немыслимым. Впрочем, древние были убеждены, что наша планета – живое существо. Только огромных масштабов и огромной сложности. Парадоксально, но и многие современные ученые говорят о том же. Земля, как и вся Вселенная – живой организм. В принципе, Земля – это открытая система. И влияние окружающего космоса обязательно должна сказываться. Земля обязательно реагирует. Подобно любому живому организму, Земля предчувствует опасность и мобилизует свои силы для отражения угрозы. Как? У каждого живого существа свои возможности. У планеты – свои. Вспомним, как подготовился Юпитер к неминуемому столкновению с крупнейшей кометой Солнечной системы. Еще за два года до катастрофы он своими гравитационным и электрическим полями буквально разорвал комету Шумейкеров-Леви на части, превратив огромную космическую пулю в два десятка крупных дробин. Тоже больно, но не смертельно. Катастрофа произошла в июле 1994 года. Осколки кометы в течение недели впивались в тело Юпитера. Неожиданностью для ученых стало то, что этот гигант, будто испытывая ужас, начинал реагировать еще до падения некоторых осколков. Судорожное излучение Юпитера фиксировалось даже на Земле. У нашей планеты от астероидов, которые ежесекундно бомбардируют ее, кроме внешних, электрических и магнитных полей, есть и более серьезная защита. Это бронежилеты с плотной атмосферой. Космические булыжники рикошетом отскакивают от нее и вновь уносятся в космос. Или разрушаются от огромного сопротивления воздуха. До Земли обычно долетают лишь безобидные осколки. Но на этот раз, судя по масштабам тунгусского события, космическое тело было огромным, величиной со стадион и чрезвычайно опасным для планеты. Особенно для органической жизни, которая чудом закрепилась в ее тончайшем, как пленка, поверхностном слое. Миллионы тонн пыли, выброшенной в атмосферу от удара гигантского астероида, на несколько лет могли оставить природу без солнечного света. Возможно, на этот раз планета активизировала свой последний рубеж обороны. Удара еще нет, но Земля уже напряглась и перевела свои недра в готовность номер один. Вторжение, и планета выплескивает навстречу агрессору свой главный резерв — внутреннюю энергию. Допустим, что так и было. Но откуда все же взялись атмосферные аномалии, причем задолго до вторжения космического агрессора? Похоже, без версии о Тесле нам все-таки не обойтись. Не исключено, что ученый точно знал о грозящей катастрофе и начал действовать. С помощью своей установки на Лонг-Кайленде он с конца марта приступает к методичной накачке ионосферы дополнительной электроэнергии. Именно в этом кроется причина аномальных оптических явлений над Северным полушарием. А буквально за несколько дней до вторжения тунгусского тела Тесла подключает к работе подземную часть башни Уорденклифф. Цель — ритмическими вибрациями активизировать глубинные разломы и палеовулканы Центральной Сибири. Судя по всему, работа подземной части башни вызвала те самые скачки магнитного поля, которые с недоумением фиксировали немецкие ученые. Спусковым крючком должен был стать сам космический агрессор. Так и произошло. Это тело двигалось в атмосфере, оно накапывало электростатический заряд. И в конце концов какой-то разряд должен был произойти. Он произошел в том самом месте, это единственное место в округе, где был действительно вулкан и центральная горка, вот эта гора Стайковича. Электрический пробой между возбужденной Теслой ионосферой и жерлом вулкана выглядел как исполинский светящийся столб 10 километров в диаметре и 80 километров в высоту. Половина электричества буквально разорвала агрессора на части, не дав ему грезаться в землю. Гигантская труба от потухшего разряда засосала остатки сгоревшего метеорита и унесла их на десятки километров вверх. Пары воды, выброшенные в ионосферу, превратились в кристаллики льда. Вот откуда такие мощные серебристые облака в первые трое суток после взрыва. Неиспарившиеся фрагменты тунгусского тела разлетелись на огромные расстояния. Земные недра еще долго освобождались от избыточной энергии. Отсюда и загадочный грохот, который прошел с юга на север над горой через пять часов после взрыва, и вечерние плазмоиды. Космический пришелец был уничтожен Николой Теслой. Фантастика? Кто знает. Как считают специалисты, осуществить подобное в принципе возможно. Обратим внимание на американскую систему ХААР, предназначенную для уничтожения боеголовок баллистических ракет с помощью сгустков плазмы. Она работает на технологиях Теслы. Да, но как ученый узнал о космическом вторжении? А откуда о грядущем катаклизме знали в эзотерических обществах? Наконец, об этом было известно и сибирским шаманам. Я вот с Ивенки дружу, и очень много на месте, так сказать, тунгус-катастрофы общался. И вот за месяц практически шаман сказал, что надо пересматривать пути и вообще уходить из этих мест. Да, еще в мае на тайном совете старейшей народовых племен верховный шаман предупредил, что в июне в район Тунгуски сойдет бог огня Акты. Постановили изменить кочевой круг и каждому роду идти по новым маршрутам. Переходя от селения к селению, шаманы предупреждали людей о предстоящем событии. По тайге началось движение. Из района подкаменной Тунгуски Ивенки начали отгонять стада на восток, на Нижнюю Тунгуску и далее, к реке Лени. Опасное место обезлюдило. Остался один Ивенка на озере Чека, недалеко от места Тунгус-катастрофы. Он жил там, его звали Уму, одинокий. Это был сравнительно молодой человек, который жил одиноко на этом озере. Озеро необыкновенно красивое, кстати сказать, Чека, лебединое озеро. И вот вдруг неожиданно к нему один из шаманов пошел предупредить его о том, что Умун надо уйти отсюда, а он отказался уходить от Ивенка. Он остался жив в момент катастрофы. Он увидел тысячи железных стрел, которые воткнулись ему в глаза, как он так описывает события. Он ослеп, да. И впоследствии вот этот слепой Ивенк описал эти события. И вспомнил весьма любопытную деталь. Он вдруг заметил, что за три дня до этого, до катастрофы, исчезла, ушла рыба, исчезла птица. И вообще в тайге наступила тишина. Это его поразило. Повиной с какому-то внутреннему чутью, из опасного места ушли звери. С насиженных гнезд улетели птицы. Из рек ушла рыба. Громадный район тайги затих в ожидании. Но каким образом люди и звери узнали о предстоящем катаклизме? Откуда берется эта информация? Вопрос очень спорный. Сейчас иногда относят, эту проблему относят к лженауке, так называемой. Но существует, тем не менее, представление, уже, так сказать, устоявшееся. Например, представление о ноосфере Вернадского. Многие ученые считают, что живые существа способны получать сведения о грядущих событиях из информационного поля Вселенной. Для большинства это интуитивное предчувствие. И лишь для немногих конкретное знание. К этим немногим относятся сверхчувствительные люди. Исследуя подобных уникумов, ученые научились с помощью приборов четко улавливать момент перехода в особые состояния сознания. В мозгу в это время активизируются определенные зоны. Появляется так называемая ось сверхсознания. Ось сверхсознания возникает и при прогружении шамана в то состояние, в котором он обычно выполняет свою деятельность. На фоне ослабления активности по всей кореи возникает очаг активации в передних областях правого полушария, иногда и в задних левого полушария. Есть на Земле такие места, где сверхспособности человека активизируются. Дело в том, что есть определенные точки силы, то, что мы относим к перекрестию зон разломов. Языческие святилища, они находятся на этих перекрестиях разломов или на зонах разломов. Это место, где они могут в определенные периоды общаться с какими-то космическими силами, с духами. Именно там обычно проводили свои обряды, оставляли амулеты, заряжали вот их вот этой небесной энергией. Они никогда не называют это вот как у Кастанеды, места силы, но нечто похожее, так сказать, в их терминах есть. Они всегда говорят, вот там есть веселое место. И вот в этих точках силы открывается то, что мы называем прозрение. Происходит прием информации реальной, без мистики, информация из космоса. Происходит щитка как бы информации космической о состоянии ближайшего, дальнего космоса, неважно, все вместе. А теперь вспомним остров Лонг-Кайленд, где установил свою башню Тесла. Это ведь тоже место силы. И индейцы племени Монток почитали его священным на протяжении трех тысячелетий. Измененное состояние сознания – это сложный и загадочный процесс. Не всякому удается. Вот Тесла мог входить в измененное состояние сознания, причем произвольно, с помощью сознательного акта. Тесла удивительным образом сочетал в себе инженерных гений и дар сверхчувствительности. Не исключено, что он намного раньше сибирских шаманов и европейских эзотериков узнал и время, и место будущей катастрофы. Кто знает, может, это был первый случай, когда матери Земле помог ее сын-человек. Прошло сто лет со дня Тунгусской катастрофы. Только сегодня удалось свести вместе разрозненные сведения. Мы представили новый взгляд на событие. Он основан на фактах и объясняет многое, что не в состоянии объяснить по отдельности другие версии. И все же это только гипотеза. Возможно, разгадка тунгусского феномена полностью изменит наш взгляд на мир. А пока тайна не раскрыта. Вопросы остаются. Сама ли Земля защитилась от космической агрессии? Помог ли ей человеческий гений или другие разумные силы? Имеют ли отношение к тунгусской катастрофе найденные западные эпицентры осколки из необычных металлических сплавов? Тунгуска сложный и таинственный феномен. А история неохотно раскрывает свои тайны. Ясно лишь одно. Избежав глобальной катастрофы, человечество получило еще один шанс. Шанс просто выжить.